это победа 100 процентов заряд батареи идет процесс баллы дозарядки видите 3 ампера еще в батарею льется видимо дозаряжаются в батарейку влились 7 8 киловатт час она была на 30 процентов заряжена вы спросите друзья как же так получилось как мы смогли победить эту батарейку как вы добились такого потрясающего результата а я сейчас покажу здравствуйте глубоко уважаемый любитель летных видов спорта сегодня мы на земле никогда такого не было и вот опять почему потому что сломался пипестрели электрический планер на котором тупо и нещадно разрядились батарейки точнее они не заряжаются как выглядит конец пипестрели вот так о щелк и все вот она выключилась на 59 процентах соответственно планер по всем нормам взлетать не может и я его чиню у меня написал один единственный человек дай бог ему здоровья но немножечко там посмотрел файл своего планера и сказал да что у вас задняя батарея имеет вольтаж на 8 вольт меньше чем передняя мне кажется вот эти куры умнее чем некоторые инженеры потому что более мерзкой конструкции придумать было сложно у пипестреля на данный момент две последовательно соединенные батареи каждый из которых имеет 150 вольт и они заряжаются ладно если бы они заряжались каждая сама по себе но они заживаются тоже последовательно соответственно накапливается разница в вольтаже которая по идее должна рассеивается у пипестреля с помощью бмс то есть бмс одной батареи должно врубаться на слив энергии и понижать ее напряжение одной соответственно 2 в этот момент ничего не делает плюс еще ячейки между собой балансируются а на деле оказывается что зимой есть такая штука как холодно то есть никто не знал что зима ну понятно вот фрованс сегодня 22 января ну тепло я вам футболки бегу сегодня аномальная температура будет 18 градусов днем но в принципе ночью у нас бывает минус 5 обычно а днем бывает плюс 14 и вот когда минус 5 ночью 2 градуса у нас в ангаре так вот два градуса в ангаре батареи литиевые не могут так работать при двух градусах они должны уйти на 15 градусов батарейка начинает нагреваться и за счет того что задняя батарейка возможно тратит энергии на нагрев чуть больше чем передняя возникает такой дисбаланс это моя теория потому что я получал планер в нормальном состоянии полностью заряжен на сто процентов и все было с ним хорошо попользовавшись им неделю и сделав 4 полета 4 полета 4 я получил батарею в 50 процентов я балансировал подключался по инструкции это все уходило в ноль ниже 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 видимо за счет того что постоянно помимо балансировки еще нагрев работал и все что делать в этом случае нормальный человек он идет в техподдержку он будет ну ребята там вы же делаете же компания великая там пепестрель вы же наверное должны обслуживать своих клиентов чтобы они прям каждый из них извините сейчас за такой планер платил бы где-то 220 тысяч евро игрушечка 220 тысяч ну почему потому что пустой планер стоит 140 плюс прицеп плюс всякие опции фиг опции приборчики фигурчики и дальше еще ндс ну вот можно посчитать легко так вот за эти 220 тысяч ты получаешь конечно двухлетнюю гарантию но когда она кончается что-то превращается в тыкву так вот пепестрель не нашел ничего умнее чем просто тупо молчать то есть пишешь на техподдержку просто я уже думаю что может может моя почта в спам попала я со второго адреса написал 0 на массе и в итоге только через 1 1 1 человек там ответственно есть и я нашел его контакт через моего друга ивана написал он ответил собственно мы нашли причину и решили надо бы как бы зарядить вот эта веселая батарейка мой вопрос как ее зарядить вот здесь у нас вывод здесь 150 вольт ну в принципе можно пальцем потрогать я конечно не буду я проверял она не работает пока здесь не сработает бмс и не подключат эту батарею здесь размыкатель стоит который сейчас разомкнут и зарядить ее можно только если засунуть сюда 150 вольт а вот сюда подсоединить определенный порт который позволит включиться этой батареи но такой прекрасной опции пипестрель не предусмотрел зарядки у него такой нету хотя например производитель который делает фес мой друг он продает все вы системы с батареями каждая батарея имеет маркировку заряда там нажимаешь кнопочку сразу все видно сколько она заряжена и так далее и тому подобное вот просто замечательных и зарядник заряжать две батарейки свободен у пипестреле есть порт куда тыкаешь зарядку на 300 вольт и она прекрасно решение наверное хорошее если бы не возникало вот таких проблем как сейчас и вот с такой проблемы мне предложили типа что вы хотите может быть отвести батарейки к нам на завод за 2000 километров или может быть вы такой написал что я разбираюсь вообще в электротехнике как бы делал электрические лебедки то есть понимаешь что здесь есть внутри я говорю я сам сделают я куплю источник на предпостоянного тока на 150 вольт дайте мне только протокол к эту батарейку подключить софт все тишина после этого мне никто не ответил уже там какой пятый день молчания написал опять на все адреса со всех адресов приходят пишите в поддержку пишите в поддержку пишите в поддержку поддержка молчит к чести фирмы можно сказать что был момент когда они полностью поменяли батареи вот эта версия вот эта батарейка версия g2 с половиной но помимо этого была версия g2 которая оказалась ну скажем так мягко говоря не небезопасный был случай в новой зеландии когда вот такая батарейка за спиной пилота бабахнула загорелась соответственно мгновенно наполнила салон дымом там такая занавесочка висит типа противодымная перегородка но пусть они своему психиатру расскажут про эту дымную перегородку соответственно фонарь попадает под фонарь под колпак попадает огромное количество дыма в котором нихрена не видно даже приборов естественно пилот пытался как можно быстрее снизится выпустил воздушные тормоза там наверное ручку от себя но превысил максимально возможную скорость полета может просто уже дезориентировался дальше или потерял сознание или еще что-то дальше флаттер лайнеры оторвались крылья пилот погиб после этого ты пестрел сделал типа исследования ну исследования там знаете не он только сделала комиссия которая все расследовала и оказалось что ячейки из которых сделаны аккумуляторы вот видите здесь такие клеточки пакетики так вот эти пакетики скорее всего литийным nmc уже эта батарея все-таки 19 года выпуска а до этого они делали литий-полимер литий-полимер технология такая достаточно опасная все знают или моделисты как эта штука прекрасно горит я вам ставлю в ролик пару так сказать бабахов эфиром технология для наедо в домах используется для домашних накопителей энергии вот это ставить что домой страшно что честно говоря планет страшно мотоцикл страшно мотоцикл можно там особо гореть нечему вот представляете если здесь летим мы летим загорается вот тут вот сзади здесь вообще парашют с ракетой очень было бы неприятно что переделать очень нужно ничего ну тогда парашют выстреливаешь и все и все хорошо вот теперь пошел дымок хорошо вот надо отдать должное что в увес системы тоже были батарейки налить и полимерах они тоже горели то есть эти батарейки горели почему потому что поставщик батареек нарушал иногда брак в производстве и там получалось что пакетики было как это микро стружка от вибрации то там дело как-то квакала квакала замыкала одну ячейку дальше бак-бак и все сейчас и в авиации есть такой стандарт в нормальной авиации где разрушение взрыв одной ячейки не должен привести к полному возгоранию батарейки то есть переходят на маленькие ячейки там куча вариантов защиты сейчас батарейки прогрессируют и сам пепестерель выпустил батарею которая уже 300 вольт не 150 и 300 и в новой версии две батареи соединенных параллельно вот эту версию на эту версию мы апгрейдить пока не можем нам не дать не разрешают не говорят нет не можем когда ждите летать хочется хочется и вот так в этом случае когда летать хочется приходится вот это вот говнище не заряжать и разряжать я инженер я могу понять что можно зарядить одну батарейку а можно разрядить потому что мне за инструментов не предоставили мне не дали никакого программного обеспечения чтоб я мог эту батарейку взбодрить как только дошло до софта великий секрет компания пепестрель сохраняет свои данные никому не расскажет как устроенных батарейка никому не расскажет как это все работает и работает это просто мы делали электрическую лебедку которая способна параплан планер затянуть на вот здесь вот над этой горой вот она про приземление потом расскажешь да я бегу это не особо быстро бежим 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 круто жену тянет нормально автоматически сматывает как а стоп наверно нет никакого стопа начал сама вы вырубиться ну что ж с первой затяжкой разматываем сейчас трос со скоростью четыре метра в секунду сандали это просто праздник какой-то это вообще бомба 1700 абсолютная высота 1700 метров мы набрали километр над аэродромом вот так можно от грозы сбежать если что я начинаю выводить его мне сейчас хорошо цепляем мне замок я конечно себя еще никогда по телефону не запускал в прямом эфире взлетаем давайте поехала потихонечку едет сейчас начнет разгоняться вот ой пошло 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 ох ты сьё мама ты дорога ой я лечу друзья это есть 80 километров в час дает охренеть больше скороподъемность на пределе держу 70 80 высота растет со страшной силой угол вы можете оценить посмотрите какой угол тангажа 250 метров скорость начинает расти увеличиваю тангаж скорость начинает падать уменьшают тангаж это же лебедка электрическая на тягу точно точно держит вот эта высота 300 метров хорошо очень хорошо скорость нарастает тангаж держу видите сейчас не могу тянет в но нос вниз буду цепляться уже сейчас должны по идее тягу сбросить не дергаю оп есть отцепка ну и смотрим как там внизу парашютик полетел затяжка с электролебедки на планере деревянном на парапланер на электролебедки затянули планер так 90 килограмм тайков пулу взлетел отлично параметры полета скорость 18 метров в секунду тяга 84 килограмма набирает высоту мощность 15 киловатт блин хоть фотографию делай вырежем потом из видеоряда лучше а красавчик я на таком умею летать друзья представить теперь у меня еще и лебедка есть катараж такую штуку тащит но это же просто невероятно ангеливи был об есть какой точный расчета если он ошибется он может вырезаться в планера который впереди его людей но за за рулем профессионал за ручкой об сейчас он еще захочет заработал авиационная частота что-то к нам летит и наша электрическая лебедка она позволяет батарею заряжать делать рук операцию в батарею засовывать все там разрежет крыш делаешь что хочешь 900 ватт вкачивается в батарейку потому что контроллер вкачивает все в батарейку соответственно из-за этого греется сейчас вот это вот большой генератор энергии почти 4 киловатта грузится в лебедку за счет того что очень быстро едет машина 90 килограмм стоит тяга 47 48 процентов батарейка то есть грубо говоря мы батарейку сейчас заряжаем даже то есть мы не расходуем ее трос разматываем под нагрузкой из-за этого батарейка только больше и больше вечный двигатель практически это не так сложно есть куча отличных шикарных бмс и так далее я понимаю что давиация вот вот это не авиация это говнище извиняюсь за выражение это не авиация поэтому если у вас есть желание где-то купить на второчном рынке пепестрель g20 половиной не покупайте не нужно вот этого это в ролик немножко на эмоциях потому что я хотел сегодня полетать и какой классный день волна стоит вчера мы летали на 5800 метров закат провожали я вам кусочек вставлю этих видов вот сегодня вместо того чтобы летать я занимаюсь этой батарейкой потому что но обещал человеку это не мой планер обещал значит привести его более меня в порядок потому что собственно я на нем летают грубо говоря я его поломал эту игрушку ну типа понятно что все понимают что не я а то что зимой на нем никогда никто не летал этот косяк вылез только сейчас это не гарантийный случай поэтому мы можем спокойно потрошить все это дело и попробовать хоть как-то эту штуку взбодрить то сейчас попробовать зарядить батареи полностью потом дождаться тепла и уже летать по теплу чтобы не использовать нагрев батареек это извращение но пока они апгрейдят до версии 3.0 такое извращение будет таврус прекрасный планер их выпущено вот тот который сейчас стоит в ангаре 160 их выпущено достаточно много честно штук надо по 300 и им наверное как-то надоело вот такое ощущение что продал и забыл вот у меня как от клиента сейчас ощущение что пипистрель продал планер и просто забыл типа а как-нибудь отстанут будет писать писать потом надоест планер станет в ангар как у дедушки который до этого летал на нем и он его через полгод полтора продаст я теперь понимаю человека который у меня лежит папка с бумагами у меня лежит переписка с этой техподдержкой тоже как он мучился как он просил дайте мне инструкцию мы представили планер который они действительно обрезали каждый планер доверьте два с половиной после вот этого пожара в новой зеландии и сделали это бесплатно ну может быть в этому клиенту с этим планером сделали бесплатно что гарантии двух лет не кончилось на их месте вы всем бесплатно сделал что просто никто больше не убился работа это стоило семьдесят пять тысяч евро то есть там счет лежит без там написано без оплаты семьдесят пять тысяч грейд такой веселый я сюда залезу я попробую починить но сейчас я подвергаю свою жизнь скажем так опасности тем что буду работать со 150 вольтами у меня есть шикарные перчатки к специально для таких работ на 200 вольт включенный вольтметр ну инструмент которым эту батарею распотрошу и сейчас из-за плохой работы техподдержки компании которая считается типа лидером по электрическим технологиям в мире я лезу в эту батарею понятно что не имею на это права никакого что там должен лезть авторизированный специалист но и такие батареи как собирал так и разбирать умею поэтому полезу пепестрель посмотрите сейчас вот из-за вас из-за вашей техподдержки говеный я подвергаю свою жизнь какому-то не исчезающему но все-таки риску вам должно быть стыдно а мы погнали 142 и 3 вольта напряжения я его сейчас запишу мне нужно разрядить на 8 вольт так что я сделал я сюда подключил провод один и сюда подключил провод 2 ну понятно что все аккуратненько закрыто беленькой планерной изолентой и сейчас мы по идее имеем вот в этой вилочке 150 вольт я подключу вот этот чайник мы посмотрим как разряжается батарейка самая надежная штука паяльник по крайней мере вот рассеивает горячий ну сейчас у меня этих паяльников много подключу несколько штук прошел час и смотрим 142 и 2 то есть мы разрядили совсем на чуть-чуть если я так буду разряжать то это надо будет до завтрашнего утра мне вот так расставлять все поэтому я нашел самовар у нас не только на гибридный дом но еще есть гибридный самовар у него есть труба все он классно от труба кстати валяется работает я припаял к нему два контакта потому что потерялась эта вся группа и сейчас залью термопастой великой конечно штука термопистолет видите чуть-чуть пластика и можно сказать теперь самовар может работать снова а у нас смотрите как деревья клонит мистраль дует можно было вылетать и гиги 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 как и где моемся если никто не пользовался изолента фирмы скотч конечно бомба изолирует прекрасно все ведь готов наш гибридный самовар сейчас мы в него труба все положено видите тэн вот этот тэн как раз мне кажется вполне себе киловатт будет снимать сейчас попробуем скипятим за одну чайку гибридный самовар наполнен водой и рванет или не рванет подключаем ну по идее должен начать греться сейчас посмотрим суммарная мощность должно быть честно жительная смотрим напряжение о 141 и 8 вольта пошла жара реально чайник похоже помогает я засекаю время я вам сейчас скажу сколько вскипит этот 3 или 4 чайничек от батареи пипестреля пипестрель гибридные технологии гибридный чайник и электрический планер баяльники горячие водичка достаточно теплая и процесс идет 140 вольт осталось соответственно еще на 7 вольт надо зарядить 24 килограмма 24 килограмма весит этот замечательный двигатель как вы видите ротокс 503 которые также приводят пипестрель движения а вот этот аккумулятор весит 35 их 2 итого 70 плюс еще двигатель сам килограмм 8 электрический плюс контроллер плюс еще чего-то то есть совершенно невыгодное весовое решение самовар наш к сожалению не закипел но вода градусов 90 парит видите уровень уменьшился то есть вода реально выпаривается ветер дует сильный и достаточно холодный уже смотрим четыре и два вольта осталось на 1 вольт разрядить эту батарею будет все в порядке думаю через полчаса мы закончим солнце между тем стремительно оклонится к горизонту и от этого процесса немножко под задолбался очень хочу наконец-то закончить и отвезу все-таки батарею воткнув планер включу зарядку я надеюсь к вечеру мы будем знать что же помогло вот это все развлечение или нет хотел выпить чайку на вот этой волшебной воде мне там уже написали в комментариях что игорь там это же вода вскипеченная на батареек должна быть летучая какая-то но не знаю будет она летучая будут ли от нее летать я думаю что воткнув вилку от самовара уже в розетку видим солнечные панели здесь есть потом собственно на самой крыше дома вот они там с краешку есть тоже солнечные панели и хватает на весь дом дом на батарейках где батарейки больших доме тоже есть так сказать попью чайку на солнечной энергии и частично она вот энергии с батарейки идет процесс зарядки я на всякий случай все-таки закинул этот греющий кабель одну батарейку укутал и вторую чтоб не охлаждение не тратилась энергия и не происходило балансировка а у нас видите не только я здесь еще и клаус вольман где-то пытается настроить свой компьютер клаус what about electric gliders great electric lighter works no no it works same thing 50% or no and i don't know i believe but you can charge it now and now i charge and so you progress 78 процентов процесс идет 5 ампер качает 26 градусов батарейки ну прекрасно рано я радовался 2 9 киловаттов качала и на этом чпок сейчас посмотрим сколько это процентов 81 процента но уже значительно лучше чем было бы даже 50 84 процента теперь можно включать на балансировку подключаем батарею загорелся значок балансировка ведь такие тык-тык весы сейчас она по балансируется пару часиков потом можно будет попробовать зарядить до полного состояния доброе утро 5 утра в нашем ангаре я приехал проверить батарейку она балансировалась шесть часов и мне удалось зарядить ее уже на 90 процентов и на этом пока все то есть предыдущий результат был 82 процента а по теперь видите пишет что зараза батарея один не найдены отключается передняя батарея по сообщению не знаю почему то есть видимо на ней уже какой-то то ли перезаряд то ли еще чего-то в общем побалансируем еще посмотрим по крайней мере это уже не 50 процентов и на этом уже можно летать ну конечно если после четырех полетов нужно такой такую пляску с бубнами делать это что не готов отдельно хочу сказать про нагрев который я придумал действительно работает греющий кабель тепленький сейчас он батарейки 26 градусов держит то есть батарейки теплые поэтому балансируются нормально и нет расхода энергии раньше просто если оставить на пять часов то высаживала за счет нагревательных элементов часть емкости 90 процентов заряда идет процесс балансировки батареек 27 градусов на них видите как все укутано у меня тут укутал пепестрили работает доброе утро как спал планер весь заваленные тряпушками для того чтобы было теплей сзади там тоже все заваленное греющий кабель греет и смотрим при минус пяти за бортом что скажет нам батарейка что она нам скажет ну-ка 76 процентов батарейка батареи должны нагреться блин неужели остыли так сильно 12 градусов батареи но как говорится не так и страшно 12 градусов это вам не как раньше было минус так что парк четыре градуса нагреется ничего страшного но и посты одновременно идет нагреть и балансировка выключу это дело оставляю в таком виде батарейки должны немножко нагреться заодно чуть от балансируется мы еще немножко подзарядим 76 процентов это конечно колоссальная разница по сравнению с тем что было было у меня 90 процентов заряд батарей но возможно из-за того что они остыли а тогда они были тепленькие в любом случае конечно цифра печальная 76 процентов то есть опять идем мы катимся по наклонной ну чтож вот такая вот лепота 78 процентов на батарейке и это очень плохо обидно друзья столько действий столько всего и не помогает то есть завела вчера батарейка до 90 процентов вечера постояла ночь в тепле то есть провода греющие были подсоединены энергию батарейка на подогрев не тратила но куда-то делась вот столько энергии 78 процентов это взлетать можно еще даже слетаю но мне кажется что какая-то системная ошибка в этой всей конструкции то есть видимо все таки действительно умерла батарея и моя балансировка чайниками самоварами впрочем ей не помогает 80 процентов на батарейке выпускает в полет меня сам клаус альбан мой любимый учитель мы готовы к тесту после ремонта как же полетит это штука странная как сказал учитель игорь главное не убирать шасси сразу он прав так ну крутится поехали кстати как можно перепутать не в ту сторону двинуть ручку и как это выглядит некрасиво да всегда на быть аккуратным так ну что я готов к взлету поехали да конечно в современном мире иметь такие кранчики могу покритиковать рацию функи ну вообще нихрена не видно сейчас же все в мир то пошел дальше ну как вот можно так делать критическое у меня какое-то настроение от да я готов целого тенди виктор на гуляж пистон орд поехали даю полный газ разгоняюсь 30 киловатт мощность дает как и раньше давала его час где-то в районе этой горочки должны оторваться вам оторвались набирает конечно в одноместном варианте даже веселее 20 процентов осталось на батарейке мы набрали 1300 метров высоты аэротрон 700 у нас с два километра но это оптимистичной ноте надо и выключаться рак и перевожу на уборку прям пошел убираться моторчик делать это достаточно быстро переставляю триммер что планер летел повеселее минуса к сожалению никуда от этого не денешься ну что что мы можем из 2000 метров ну во первых мы в принципе можем попробовать сходить на водопад ну конечно вряд ли мы туда до разумной высоте дотянем можем пролететься над этим озером низко ну тоже в общем то еще так себе идея давайте попробуем сходим на водопад оттуда мы если что на качестве всегда до аэродрома долетаем а сейчас посмотрим насколько пипистрель позволит нам до него долететь будем лететь в максимальном качестве я к сожалению не помню высоту вот этого склона впереди но надеюсь что нам высоты хватит надо было конечно мне не делать этого круга почета сразу лететь в водопаду раз уж решил ну попробуем о радуга в ладошке сейчас эту радугу поймать на видео о прям спектр весь идет на экранчик нашего до водопада не дотягиваем остается озеро чем хорошие пистыли тем что разворачивается на кругу то попробуем по зелу но потом от озера еще надо додому дотянуть блин очень мне нравится 160 градусов 19 метров час витр южный ветер ладно все посмотрим не хотелось бы на этом пипистреле как нибудь еще и приземлиться неудачно ахахахаха где-нибудь пушаряк вы другу дров по полной программе но у меня еще есть 20 процентов батарейки если что высажу и в ноль и дотаракчу до дома что мы как дураки летаем давайте-ка пошалим переставляю закрылок на минус 5 пикирую на какую-то вершинку местечкового типа и вот на 200 километров час пипистрель прекрасно летит на 180 есть ему конечно будет многовато ну что пронесёмся над озером раз пошла такая пьянка ореш последний огурец так высоты у меня достаточно кстати что-то что-то может суметь так сильно заборник впереди шумеет что ли а у нас здесь замок отцепки есть он собственно замок и шумеет надо заклеить на самом деле этот замок ну что погнали заснеженное озеро скорость 180 делаем круг подсчета потом над самым узким это пистель на самом деле когда он разогнан милое дело вот вот вам место где можно кататься на коньках надо кстати сходить красивая штуковина прям огонь место прям для коньков созданную а сейчас мы еще кружочек так высота у нас есть здесь правда на исходняк можно нарваться на весьма славный если того что мы сейчас в ротере крыло показывает на судор оттуда ветер ну давайте стыкируем красиво на озеро все равно пропадать как с музыкой эх эге-гей-гей-гей тут немножко все растаяло даже частично не на коньках надо кататься когда немножко больше льда здесь видно что никто по этому льду не ходит прощаемся с озером и теперь играем в истребитель по рельефу местности ну вот друзья конечно пипистрель пипистрельнул Знаменитое ухо, видите, дугой такой склончик И вот я сейчас крылом покажу вам, там стоит такой рупор, которым дуют на вот эту вот дугу и делают музыку И там целая гостиница для тех любителей вот этого рупора, которые хотят послушать музыку Пройдемся по склончику Видите? Иду на повышенной скорости На всякий случай И заодно красиво получается Вот чем, конечно, хороший пестрель, тем, что вот так сидишь, ножки вперед И вот у тебя такое ощущение, как будто ты на вертолете Вдоль этих скал несешься, ух, как тут отрякивает Торный зворот И, наверное, пойдем в сторону аэродрома, от греха подальше Задача-то была просто слетать, разрядить батарейку Зачем я сейчас разрядил батарейку? Мне надо нарез на отдых поставить батарею пепестреля Я, скорее всего, на нем не буду летать в ближайшее время Ну, потому что с такой батареей я как-то летать не очень хочется Захожу нетипично Левым кругом вместо правого Почему так? Потому что заигрался с орлом в некую догонялке вот там на вершине холма Поэтому делаю такой нетипичный заходик Так, закрыл окно лендинге, все хорошо Ну, сейчас штиль, поэтому можно вот такую кочергу соорудить И зайти на посадку Сейчас пепестрель будет, как обычно, прыгать Но мы попробуем обмануть Костемся чуть правее полосы Там грунт у нас поровнее Так, вот, 90-100 км в час, выравнивание И сейчас гашу скорость Будут постараюсь, как км на 60 коснуться 65 там О, как я хорошо коснулся Ты как хорошо попестрель, поехал Видите, на микрокочках он все равно прыгает Но я сейчас хвост поднимаю Ручку максимально вперед перекинул Для чего это делаю? Для того, чтобы колесо не вот это бра-бра-бра-бра-бра не делало Вот оно все равно это делает Как с этим бороться? Не знаю, съезжаю я, чтобы оно не бры-бры-брыгало Я не доехал Ну, ничего страшного, тут недолго выпустить Как вы видите, нажал я расчарж, а не фулл-чарж, то есть сейчас до какого-то положения хранения зарядит планер 42% заряда батареи, сейчас скорее всего система выключится и пипистрель останется в таком варианте на длительное хранение Доволен я результатами процесса, в принципе да, мне удалось починить планер, мне удалось на нем слетать, это самое главное До этого это уже в тыкву превратилось, то есть меньше 40-50%, то есть для взлета нельзя, а сейчас нельзя И буду ли я пользоваться таким способом дальше, я не уверен Что можно сделать, с учетом того, как не отвечает поддержка из пипистреля, один из вариантов оставить старую БМС пипистрелевскую и собрать самому батарею Минус этого пути в том, что если косяк в БМС, то БМС также угробит и батарейку вновь собранную Альтернативный вариант, менять полностью все, то есть всю схемотехнику, которую здесь, поменять на свою В принципе это возможно, минус этого решения это то, что я буду работать летчиком-испытателем Как мой шутил хороший друг и шутит, Волков Никогда не писался код с первого раза, здесь этого кода полно, то есть будут всегда какие-то нюансы связанные с работой этой системы И если пипистреля этим занимается, отрабатывает там огромное количество человек и пилотов, то играть в тест пилота, ну мне совсем не хочется Но с другой стороны, не выкидывает же этот планер, поэтому будем пробовать потихонечку что-то там бодрить Если у нас в конце концов не получится, то будем настаивать на грейде этого планера DG30 у пипистреля Ну когда-то же они это сделают, не знаю, если что, буду пикет перед заводом устраивать Привести планера им оставить, наверное, все-таки можно В конце концов будем давить на дилеров, собственно, которые там должны, по идее, защищать наши интересы, но как-то не особо желают продать, а потом трава не расти Очень некрасиво, конечно Современный мир неизвестно куда котится, но все равно будем летать До новых встреч, грубо говоря, мы любители летных видов спорта, до новых позитивных роликов Инженер настоящий победит, все Это победа 100% заряд батареи Идет процесс балл дозарядки Видите, 3 ампера еще в батарею льется, видимо дозаряжаются В батарейку влились 7,8 кВт час, она была на 30% заряжена Вы спросите, друзья, как же так получилось? Как мы смогли победить эту батарейку? Как мы добились такого потрясающего результата? А я вам сейчас покажу А виновником спляски с бубнами стал вот такой коврик Что это такое, вы спросите? Это коврик нагревательный Такой маленький, дурацкий, греющий коврик под батарейкой Может вывести из работающего состояния целый планер Вот его маркировочка Он не работал И пока батарейка была в теплом климате в Италии И не использовалась зимой Она прекрасно работала Как только начался подогрев Одна из батареек высаживала энергию быстрее, чем другая И никакая балансировка с этим не справлялась Именно поэтому пришлось балансировать батарейки чайником Мне там еще что-то, еще что-то, еще что-то И в общем, все было плохо Сейчас все хорошо Стремительно несемся на скалу Что же будет, врежемся или нет? Вот он крест И проносимся мимо Эх, лихой разворот И сейчас мы, да, подлетим к параплану К другу нашему меньшему Видите? Попали в небольшой роторочек Вот он параплан Делаем вокруг него разворот почета Ах, красавчик И как же ему сейчас повод, да, бедному А нас тепло, друзья Мы летаем, как вы видите, в шортах И летаем мы на электрическом пепестреле И хвала великому Вайдосу Который привез на него батарейку и починил Но не Вайдос чинил Но на самом деле Если б не он Ничего бы и не было Ох! Какие же у него крылья короткие Как можно лихо шалить Ура! Радость пришла и так далее и тому подобное Потому что действительно Радости у меня сегодня много Планер, который, казалось бы, все Списан в утиль Летает просто фантастически Мы сегодня делаем третий вылет Батарейку мы заряжали чуть-чуть Можно было и не заряжать То есть на первом вылете я истратил 20% На втором 30% Можно было с 50% взлетать Но мы решили, что мы не такие Что мы только топим за безопасность Никакого хулиганства Никаких пролетов мимо крестов страшных и так далее Только контент, так сказать, сертифицированный И одобренный производителем Вот, поэтому мы батарейку зарядили Немножко и, в принципе, это нам помогло Вайдес, вот, по-моему, доволен Ты как, вообще, Вайдес? Доволен? Я сейчас думаю о том, что мы носимся над горой Как два пепестреля Как пепестреля, когда придурка, ну да Но, в принципе, да, иногда друзья мне пишут Что, особенно, когда ролик какой-нибудь снимешь Про волны, про линзы Мне пишут, что это за такой Несерьезный пилот такой летает Где у него серьезность Где у него, как это, осознание того, что он же в небе А небо это вообще А небо это опасно И так далее Друзья, небо опасно, если только так думать А если не думать, ну, в смысле думать, но Не думать, то небо ничем не опасно А вот мы летаем на склоне Это просто физика То есть я использую восходящее течение Для того, чтобы летать так, как мне нравится И могу это делать левой рукой Могу отпустить управление, взять вправую И поворачивать направо То есть я делаю, что хочу И помогает в нем этом аэродинамика И самое главное, что ее знания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому